Всем здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать, как вяжется объемный узор с 3D эффектом. Субтитры создавал DimaTorzok Для начала вязания набираем цепочку из воздушных петель. Количество набираемых петель должно быть кратно 8 плюс 2 петли. Для того, чтобы связать образец, я наберу сейчас 34 петли. В следующем ряду надо связать 3 воздушные петли подъема и ряд столбиков с 1 накидом. После провязывания этого ряда у вас должно получиться 34 столбика с 1 накидом. Следующий ряд начинаем с 4 воздушных петель. Дальше нам надо будет провязать 8 столбиков с 1 накидом с 1 вершинкой. Но столбики не простые, а выпуклые. Итак, делаем накид. Вводим крючок с лицевой стороны на изнаночную и с изнаночной на лицевую. Таким образом мы так обнимаем столбик. Подцепляем нить, вытягиваем ее. Делаем накид, протягиваем через 2 петли на крючке. До конца столбик с 1 накидом не довязываем. И так мы провязываем 8 столбиков. И восьмой столбик. Вот так. Сейчас у нас сколько петель на крючке. Теперь все их надо провязать вместе. Делаем накид и протягиваем через все петли. И вяжем 4 воздушные петли. Следите за тем, чтобы у вас вот таким образом. Видите, он норовит развернуться этот ряд. Вот его начало. Вот вверх. С непривычки может пойдете вот так вот вязать. И получится, что он перекрученный. Так что обязательно проследите за этим моментом. Чтобы косичка от провязанного ряда предыдущего шла по верху. Что внизу вот так. А косичка по верху. Так, перед следующим столбиком введем крючок и провяжем соединительный столбик. 4 воздушные петли и точно так же обвязываем 8 столбиков. 1 2 3 4 5 6 7 8 Делаем накид и протягиваем через все петли. И снова 4 воздушные петли. Соединительным столбиком закрепляем их перед следующим непровязанным пока столбиком. И снова напоминаю, не перекрутите вязание. И снова 4 воздушные петли. И 8 столбиков с одним накидом и общей вершинкой. В конце ряда 4 воздушные петли. И в последний столбик делаем соединительный столбик. Разворачиваем вязание. Провязываем 3 воздушные петли подъема. И теперь в каждую вот эту арочку из 4 воздушных петель будем провязывать по 4 столбика с одним накидом. Продолжение следует... В каждую арочку связали по 4 столбика. И в конце ряда еще 1 столбик. Вот что получается. В следующем ряду снова будем провязывать по 8 столбиков с одним накидом и с общей вершинкой. но будем их смещать. То есть вот шли наши вот такие веерочки. Теперь они будут идти вот таким образом. То есть в этом ряду по краям будет половинка веерочка. А в следующем снова как в первом. Так, провязываем 3 воздушные петли. И начинаем вязать выпуклые столбики. Провязываем 4 столбика вместе с одной вершинкой. 4 воздушные петли. И закрепляем их соединительным столбиком. И снова 4 воздушные петли. Теперь будем провязывать 8 столбиков с общей вершинкой. 4 воздушные петли. и закрепляем. Снова 4 воздушные петли. И 8 столбиков с общей вершинкой. Снова 5 столбиков. И закрепляем. И закрепляем. И закрепляем. В конце ряда снова 4 столбика с общей вершинкой провязываем и вот сюда столбик с одним накидом. В следующем ряду 3 воздушные петли подъема и снова, как мы уже делали, в каждую арочку из 4 воздушных петель надо провязать по 4 столбика с одним накидом. В конце ряда столбик с одним накидом. Следующий ряд будет похож на вот этот ряд, где мы первый раз сделали эти веерочки. 4 воздушные петли подъема и 8 выпуклых столбиков с общей вершинкой. До свидания. 4 воздушных петли подъема и 10 км. 3 воздушные петли подъема и приема и 6-е. А у вас есть? В конце ряда 4 воздушные петли и сюда соединительный столбик. В следующем ряду 3 воздушные петли подъема и по 4 столбика в каждую арочку. Следующий ряд будет похож на ряд вот этих вторых арочек. То есть начинаем его с провязывания 4 столбика с общей вершиной. В начале ряда 3 воздушные петли подъема и начинаем обвязывать 4 столбика. 4 столбика провязываем вместе и 4 воздушные петли. Надеюсь все понятно и у вас получилось. А на сегодня все. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...